МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Сказанное мною слово – это формула приветствия. Такие формулы живут столетиями и возникают в наше время. Знаменитая формула, прозвучавшая из уст Олега Янковского в роли барона Мюнхгаузена. Улыбайтесь, господа, и как счастливо, как солнечно она почти повторяется в песенке в исполнении Ирины Понаровской. Наступает рассвет, день чудес настает, отчего мне всегда так везет. Опять настанет утро, опять случится чудо, И опять меня удача ждет. Улыбается жизнь, словно радуясь мне, Я счастливее всех на земле. Опять настанет утро, и ожидая чуда, Улыбаюсь я во сне. Даже порой посетит меня грусть, Я чуть-чуть погрустил, улыбаюсь. Когда бывает трудно, когда бывает грустно, Я на славь ему всегда смеюсь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Не скрыться, забот не забыть, Но нельзя этот мир не любить. Но станет день прекрасней, И вновь скажу я здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Мир моей любви. Не везет по тому, Что я знаю секрет, Улыбаюсь, встречая свет. Так улыбайтесь чаще, И улыбнется счастье, Улыбнется счастье вам, поверь. Ла-ла-ла, 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 ла-ла-ла-ла, Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, 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 Так улыбайтесь чаще, И улыбнется счастье, Улыбнется счастье вам, поверь. Песня, которая сейчас прозвучит Такая же стремительная, как герой ее сюжета Фантастический бег красавца лесного оленя В будничном городе Звенящая легкими копытцами мечта Воплощенная в стихах Юрия Энтина И музыке Евгения Крылатова В исполнении Аиды Ведищевой Осенью дождьми серый день Проскакал по городу олень Он летел над гулкой мостовой Рыжим лесом пущенной стрелой Вернись лесной олень по моему хотенью Умчи меня олень в свою страну поленью Где сосны рвутся в небо Где быль живет и небо Умчи меня туда лесной олень Он бежал и сильные рога Задевали тучи и облака И казалось, будто бы над ним Становилось небо голубым Вернись лесной олень по моему хотенью Умчи меня олень в свою страну поленью Где сосны рвутся в небо Где быль живет и небо Умчи меня туда лесной олень Говорят, чудес на свете нет И дождями смыт оленя след Только знаю, он ко мне придет Если веришь, сказка живет Со мной лесной олень по моему хотенью И мчит меня олень в свою страну поленью Где сосны рвутся в небо Где быль живет и небы Умчи меня туда лесной олень Со мной лесной олень по моему хотенью И мчит меня олень в свою страну поленью Где сосны рвутся в небо Где быль живет и небы Умчи меня туда лесной олень Он мчит меня туда лесной олень Он мчит меня туда лесной олень Признанный мудрец советской поэзии Расул Гамзатов Признанный переводчик стихов мудрого Расула Яков Козловский Признанный мастер кино, театра И чтецкого искусства Ростислав Плят Три значительных мужчины Об одном и том же О самом главном О любви Скажи Каким огнем был рад Горит ты в молодости, брат Любовью к женщине Каким Не избежав потерь Горишь огнем ты и теперь Любовью к женщине Каким, скажи Хотел бы впредь Огнем пожизненно гореть Любовью к женщине Чем дорожишь ты В остах рад дороже Славы и наград Любовью женщины Чем Ты был Низвергнут Как поток И вознесен Как тот клинок Любовью женщины С чем Вновь Как рок Не прикословь Разделишь Не на срок Любовь С любовью Женщины Но с чем Безумный человек Тогда Окончишь ты Свой век С любовью Женщины Женщины Одна из первых ролей Кирилла Лаврова Виденная мной в БДТ Платонов В пьесе Штейна Океан Мужественный Сдержанный Обаятельный Надежный Кирилл Юрич И в жизни был таким Кажется Песня Андрея Петрова Написана для него И про него Кирилла Лаврова Если радость на всех одна На всех и беда одна Море встает за волной волна А за спиной спина Здесь у самой кромки бортов Друга прикроет друг Друг всегда уступить готов Место в шлюпке круг Его не надо просить ни о чем С ним не страшна беда Друг мой, третье мое плечо Будет со мной всегда Ну а случится, что он влюблен А я на его пути Уйду с дороги Таков закон Третий должен уйти Уйду с дороги Таков закон Третий должен уйти Третий должен уйти Уйду с дороги Уйду с дороги Таков закон Третий должен уйти Третий должен уйти Те, кто ходил на спектакли Знаменитого современника В десятках ролей Видели эту актрису Те, кто ценит бардовскую песню Знают ее прелестное весеннее танго Приходит время В нашем сегодняшнем концерте Чудесная актриса Людмила Иванова Поет свою, по сути, капустную песенку Об актерской судьбе О странноватой Актерской жизни Мне сказала Марья Александровна Ну какая ж ты артистка Ты полы в квартире моешь А красивой шубы нет Вот у нас была артистка У нее все пальцы в кольцах А носила только бархат В крайнем случае бельвет Ах, Марья Александровна Я занимаюсь творчеством Я столько жизней проживаю За свою одну Пускай я не всегда играю роли Те, что хочется Но так играть, как хочется Уже порой могу Врешь ты, девка, очень славно Но смотри, сгорят котлеты И пора ботинки новые мальчишкам покупать Тут прощаюсь я с соседкой У меня в 6.30 явка А в метро такая давка Что нельзя не опоздать И вот уже бегу по чистопрудному Все пуговицы оторваны Все в мыли и впоту И ненавижу зрителей А роли перепутались А сердце так колотится Сейчас я попаду И в последнюю секунду Я влетаю в театр белый В театр белый, словно лебедь Что на чистых на прудах О котлетах забываю О мальчишках забываю И совсем-совсем другая Отражаюсь в зеркалах Дыхание Второе Я занимаюсь творчеством И зрителей люблю А на сценическом кругу Пускай я не всегда играю Роли те, что хочется Но так играть, как хочется Уже порой могу В литературовидении Есть такое понятие Речевая характеристика персонажа То есть его персонажа Характер выявляется в том, что и как он говорит Это мы даже в школе проходили А у Андрея Кучаева Его мехрютка слова не вымолвит Однако его характер как на ладошке Что я вам скажу Загадки писательского мастерства Мастерства подлинного Мехрютка со своим спутником Приходит в театр Не ты Убогая Здесь билеты рвешь Ты говоришь Тогда отойди в сторону Мы приезжие Не лай, бабка, не лай Я его на коленки посажу Убери костыли, профессор А то я тебя на пол пропишу Не увидишь сюжета Вот тут, кажется, удобнее, мехрят Тут корни и пустим Что, говоришь, рыжий На твоих местах сидим Так и радуйся Ты на них вовсе не поместишься Вон скакни лучше на откидушку Пока не просватали откидушечку Погодь, мехрютка Вот свет погасит Тогда и возьмемся за первую Прости, лысый Я б твой кумпа в облу отобью Уж больно, у тебя голова складная О, ушел Теперь и нам будет виднее, и гражданам Кто хулиганит, кто распевает Не шуми на састы Возьми лучше посудину Утром сдашь достаток В дом пустишь Мехрют, начинают Готовь последующую Что? Куда ты? Слесняешься сказать, а ты на ушко Говорил Не пей столько пива Теперь в потьмах по ногам набегаешься Ладно, обратно на звук вертайся Я для тебя птицей выпью кричать буду Граждане, это что ж такая за музыка играет? Часом не турецкий марш композитора Мендельсона? Сам знаю, что у вертюра Я для проверки тебя квазимоду спросил А ты уж раскрякался Ох ты, мать честная За навязку раздернули, а мехрютки нет Ну-ка, сь я пиджачишка сюда пристрою Чтоб переживать было просторней Ладно, умный, не заглушай дирижера Скажи спасибо, что не разуси Да, профессор, ты мне шепни на ушко Они так все и будут молчком, без разговору Да не читай ты мне лекцию, козлиная борода Не в планетарии Я в балете вырос Сам пою Жаль, баян не захватил А вон и мехрютка плутает в амфитеатре По цигарке вижу Заложите, граждане, уши Я его подманю Какие такие звуки? Не слышал, как птица выпь на болоте кричит? Сам иди в болото А мы от звонка до звонка сидеть привыкли Че, говоришь, Бетховен? Петь так-таки не будут? Тогда, айн, момент Извините, граждане, что через вас пешком хожу Дело у меня, он к тому, который в яме руками машет А ну, нервный, замри Ответствуй, как у постановки названия Так и знал, что Ромео и Джульетта Унесу я мехрютку от греха Проснется он и запоете вы тут у меня реквим Известный, сказки Венского леса Слыхали про такой? Нет, жаль, про классику забывать нельзя Гитару, на которой играет знаменитый Сергей Сорокин Я держал в руках Она досталась Санкт-Петербургскому театральному музею Александр Федорович Борисов Прекрасно известный вам по кинематографу Поет о своем друге и его подруге Гитаре, разумеется Ох, вы годы, годы молодые Очень часто вспоминаю вас Пролетели вы, как вороны Словно прожил только час По сорокинскую гитару Много пета, много выпета Под напев цыганский старый Чонку-чендеры выгоня Ох, ты, любимая старушка-француженка Переборами пробой Вспомни, вспомни Моя подруга Как мы встретились с тобой Ты стонала, плакала, рыдала И мне душу жгла огнем Глаза слезами заливала Все ходила ходуном Я умру, а ты все будешь Серебром своим звенеть Я надеюсь, ты не забудешь Как любил с тобою петь А теперь пой, разговаривай Утяжай своих друзей На мажор струну настраивай Сердцу станет веселей Ты с Сорокиным продопала По жизни много лет Ему славу заработала Да только звания нет В день рождения Мое веселее В бой Я пойду Присядь-присядь А мне в только 60 Может быть, гусар-партизан Денис Давыдов написал эти строки «Убивачного костра» после боя. Через полтора с лишним века они попадаются к композитору Александру Журбину, и он подходит к роялю. Стихи и музыка увлекают актрису Татьяну Акуневскую. И романс, одухотворенный чувствами совершенно разных людей, звучит, вовлекая в свое магнитное поле нас, сегодняшних слушателей. Чудо, к которому никогда нельзя привыкнуть. Не пробуждай, не пробуждай моих безумств и иступлений и мимолетных сновидений не возвращай, не возвращай и мимолетных сновидений не возвращай, не возвращай, не возвращай, не вспоминай о нем, не помнишь, ведь память ведь память это мука жизни, как на чужбине песнь отчизны изгнань земли родной. родной. Как на чужбине песнь отчизны, изгнанью изгнанью земли родной. не воскрешай, не воскрешай, не воскрешай, не воскрешай, меня забывшие напасти, дай отдохнуть тревогам страсти, и ран живых не раздражай, дай отдохнуть тревогам страсти, и ран живых не раздражай. И не сорви по кровь долой, мне легче горя своеволие, чем ложные холоднокровие, чем мой обманчивый покой. Чем можно ехать на кровье, чем мой обманчивый покой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господа и дамы. Ваш Эдуард Эфиров.